В Тверском областном академическом театре драмы состоялся торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню Семьи. Его участниками стали многодетные семьи. Репортаж с места событий. Семья Судариковых приехала на праздник в драмтеатр почти в полном составе. У Светланы и Александра шесть детей. Их семья участвует в региональном конкурсе «Семья года» в номинации «Семья-хранитель традиций». И у них они действительно сохраняются. Все дети, вдохновленные примером отца, профессионально занимаются спортом. Александр – старший тренер сборной команды России по джиу-джитсу. Алина у нас на сегодняшний день уже тренер, но это действующий член сборной команды России по джиу-джитсу. Победитель чемпионата Европы. Серафим у нас выиграл мир по джиу-джитсу. Степан дважды выиграл мир по джиу-джитсу. По самбо, а не кандидатам мастера спорта. И Сергей Россия выиграл раза четыре, наверное. Сударик, вы победили в номинации «Семья-хранитель традиций». Награду в торжественной обстановке вручил губернатор Тверской области. Светлана поделилась эмоциями после вручения сертификата. Я на самом деле горжусь тем, что у нас такая семья. Каждый из наших детей уже чемпион. Уверена, что Тверская земля очень богата на хорошие, достойные семьи. Многодетные семьи. И, конечно, каждый достойный победы. И действительно, каждая семья, которая присутствовала на мероприятии, была достойна победы. Вот еще один яркий пример счастливого родительства. Владимир Бойков – многодетный отец. У него с супругой Натальей семеро детей. У многодетной мамы уже есть награда слава матери. Теперь одноименная появилась и у отца семейства. Раньше даже стеснялись говорить, что у нас много детей, потому что люди не понимали, как это так. А сейчас государство в другом относится. Мы только рады. Дети очень горды, что наконец-то и папу удостоили такой награды. И, знаете, это очень приятно, когда семейный труд, так скажем, он поддерживается. И не только маму награждают, а видят, что действительно это труд и отца. Самой многочисленной номинацией по количеству заявок стала многодетная семья, в которой было 15 претендентов на победу. В итоге лучшими признаны Сергей и Екатерина Горбачёвы из Лихославля. Воспитывающие троих сыновей и двоих дочерей. Главное увлечение Горбачёвых – спорт и совместное творчество. Мы посещаем библиотеку имени Соколова-Лихославской. Мы семейным чтением занимаемся. Мы выступаем. У нас творческие способности есть. Спортивные дети. Вот дзюдо посещают кружок. На футбол ходят. Игорь Руденя поздравил всех присутствующих с Международным Днём Семьи. Праздник посвящён самым важным ценностям, которые на протяжении многовековой истории делают нашу страну сильной, сплочённой и великой. Это любовь к отчему дому, преданности Родине, забота о близких, почитание старших, взаимная поддержка и донеса уважения к роду. Эти ценности передаются нам в семейном руку от родителей, бабушек, дедушек. И, конечно, выждают нас чувство гордости и ответственности за свой род и наше общество. Губернатор вручил почётный знак слава матери Наталье Бажановой из Калязинского округа, воспитывающей пятерых детей. Также были названы победители в номинациях «Сельская семья» и «Золотая семья». Все они стали обладателями сертификатов на 100 тысяч рублей. Теперь победителя регионального конкурса «Семья года» ждёт следующий этап, уже всероссийский.